всем привет в этом видео я хочу поделиться с вами своим опытом работы в маленьких компаниях и больших чем разница потому как многих интересует этот вопрос идти работать в маленькую компанию или в большую и какие плюсы и минусы есть у одной другой это видео я основываю исключительно на своем опыте я не скажу что то о чем я буду говорить касается 100 процентов компании нет но 90 процентов я уверен что да кстати если вы не в курсе это аркадий и это директор канала если он вам нравится не забудьте поставить лайк а канал поддержать подпиской он вам скажет спасибо для тех кто смотрел вот это мое видео вы наверняка помните о том что я начинал свой путь в маленькой компании я такие компании называю квартирниками давайте сразу определимся что я имею ввиду под маленькой и под большой компании потому как это довольно таки абстракт давайте считать так маленькая компания эта компания до 30 человек 30 40 плюс-минус небольшой а большая компания эта компания от 400 500 и больше человек вот эту срединку давайте пропустим для того чтобы разделение было более наглядным хоть старших пропускают вперед но давайте начнем с маленьких и я расскажу о том с чем вы с большей долей вероятности столкнетесь придя в маленькую компанию устроившись на работу в такой вот квартирник вас можно будет сравнить с фельдшером в сельской больнице неважно что вы умеете а что нет ну в рамках своей специальности конечно же вас вызывают на вызов вы должны ехать и вы должны делать советоваться скорее всего вы будете с такими же примерно по уровню ребятами очень часто бывает так что вы с утра сами ставите себе задачи в течение дня в эти задачи выполняете а к вечеру вы эти задачи сами у себя же и принимает то есть по сути вы тем лид над собой хорошо это или плохо вопрос другой вы учитесь скорее всего самоорганизации если вы ответственный человек то задачи вы будете выполнять качественно очень часто вас кидают на разговор заказчика не исключены случаи когда вы единственный сотрудник на проект и менеджер просто приходит к вам и говорит вот созвони с ним выясни чё ему там надо и вы сами общаетесь выясняете и по сути успех проекта ну в некоем роде успех проекта может зависеть от того насколько вы хорошо общаетесь насколько хорошо вы можете расположить к себе клиента вообще от вашего взаимоотношения с ним минусом маленьких компаний является то что вам скорее всего скорее всего у вас будет ограничен круг людей с кем вы можете посоветоваться это возможно будут ребята вашего уровня или чуть выше и единственным вашим советчиком это будет google но опять же это не так плохо потому что навык гугления для программиста я считаю он наверное самый важный если вы попытаетесь как-то выпендриться и внедрить какое-то очень крутое решение которое конечно же вы где-то подсмотрели скорее всего это тоже никто не оценит и вам скажут ну молодец работает хорошо все есть вероятность того что на время вашего отсутствия отпуск сиклив и либо еще какой-нибудь day of работа никуда без вас не сдвинется у вас просто нет замены так как вы один человек и все зависит от вас в маленьких компаниях также есть большая вероятность того что вы работаете ну скажем последний месяц и вас могут попросить покинуть ее почему потому что при окончании проекта не поступление следующего вас скорее всего могут не держать но сейчас конечно компании стараются держать пересиживать на бенче сотрудников искать новые проекты потому как все это влияет на их репутацию и если вас приняли на работу не на проект а в команду обычно это сразу оговаривается на собеседованиях вдруг вас увольняют по окончанию проекта вы что сделаете конечно же вы пойдете на прекрасное айти накатаете там вот такую статью какие они негодяи почему они вас уволили но если вас принимают на проект будьте внимательны что после окончания этого проекта есть большая вероятность того что вы компанию покинете в этом и вся разница на проект или в команду ты не знаешь моего youtube канала есть telegram чат основная идея которого объединить новичков помочь людям в ответе на вопросы касательно эти сферы разработки или программирования в целом поэтому если у тебя есть вопросы переходи в чат ссылка на него есть в описании задавай их там тебе там будут рады плюсом именно что касается работы в такой компании будет практически полное отсутствие бюрократии то есть любой вопрос решается вот на уровне сообщения в скайпе плюс здесь очевиден у вас работа не тормозится и любой вопрос вы можете решить вот буквально на расстоянии вытянутой руки обратившись к своему коллеге придя в маленькую компанию вам очень часто могут ставить неадекватные задачи что я имею ввиду неадекватные задачи задачи не соответствующие вашему уровню знаний вашему опыту и при этом вас прям вот с вот такими честными глазами не будут понимать почему же вы их не делаете вы же программист вот пожалуйста делай очень часто джуниоры выполняют работу которую скажем в большой компании бы просто не доверили либо из-за повышенной ответственности в этой работе либо из-за сложности понимания того что она займет очень много времени но в маленьких компаниях это практикуются и практически всегда будьте готовы к тому что придя на джуниор позицию не исключено что вы будете выполнять сеньорские задачи в небольших компаниях для вас крайне важно будут отношения в коллективе с сотрудниками потому как в компании в которые 30-40 человек все друг друга знают это насколько хорошо вы впишетесь коллектив по сути будет влиять на на успех вашей работы в маленьких компаниях очень часто при приеме на работу вам могут перечислить перечень крутых технологий с которыми компания работает которых планирует развиваться и все 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 но на самом деле это какие-то pet проекты которые делал какой-то сотрудник полтора года назад и этот проект лежит на полке его никто не трогает поэтому такую хитрость применяют я на такое попадался это не то чтобы плохо но имейте ввиду что маленькие компании таким вот занимаются дальше что касается больших компаний чем вы столкнетесь придя на работу вот в компанию в которой работает хотя бы как я уже сказал от 400 500 человек в таких компаниях все организовано при том очень часто до мельчайших каких-то деталей внутри таких организаций присутствуют огромное количество различных электронных сервисов которые облегчают вашу жизнь и работу это начиная от и чар процесса где вы можете отслеживать к примеру приглашенных вами людей и заканчивая сервисами которые позволяют вам переехать на другой этаж забронировав себе место это же касается и разработки вокруг процесса именно производства программного продукта также навешано огромное количество вспомогательных сервисов в общем все что вы делаете в компании вам не нужно никуда ходить вам не нужно идти ни в какие кабинеты все есть у вас за компьютером вы заходите в вашу внутреннюю систему выбираете нужный вам раздел будь это там техническая поддержка вопросы к бухгалтерии пообщаться хотите с кем-то из менеджеров задать какой-то вопрос переехать на другой этаж поменять оборудование получить новое оборудование все что угодно вплоть до того что вам кондиционер дует и вы хотите куда-нибудь его перевесить все это есть у вас в компьютере и вы не сходя со своего рабочего места можете практически решить любую задачу но есть один важный момент если вы помните в маленьких компаниях задача решается вот вот буквально выйдя из кабинета зайдя в соседней здесь же совсем не так на любое ваше движение любую вашу просьбу будь то как я говорил замена оборудования покупка нового переселение вас на другое рабочее место любое ваше действие делается через реквест вы создаете в системе запрос этот запрос должен утвердить ваш тем лид ваш ресурс менеджер затем тех лид архитектор с его компании это конечно же шучу но насчет того что в запросы утверждает как минимум тем лид и ваш ресурс менеджер это очень часто этот запрос утверждается затем он попадает в обработку его обрабатывают и это может затянуться вполне себе на несколько дней джуниор будет выполнять работу джуниора крайне редко когда его сделают ответственным за мерз каких-то изменений в мастер за какой-то ответственный кусок работы за код который должен быть готов к определенной дате большинстве случаев ему предоставят задачу которую можно растянуть во времени которая не является сверхсрочной и он будет на ней там постепенно сидеть учиться постепенно вникать в проект разбираться то есть он будет заниматься именно джуниорской своей работой в большой компании у джуниора всегда будет ментор всегда будет человек который следит за развитием этого сотрудника очень часто бывает несколько людей отдельно назначается ментор это человек в большинстве случаев из команды и отдельно назначается человек он может называться по-разному специализация лид или вот но в разных компаниях по разному который будет следить именно за развитием этого человека это обычно разработчик если мы говорим о технических специальностях с более высоким опытом который периодически назначает one to one с этим джуниором они определяют цели ставят задачи на четыре пять там шесть месяцев год и этот джуниор по этим задачам идет и развивается то есть присутствует некий road map дорожная карта дорожная карта развития сотрудника и каждый джуниор видит свою дорожную карту и понимает что для того чтобы ему стать медлом ему нужно знать вот это вот это вот это и вот это в маленьких компаниях road map вам зачастую обещают только на собеседованиях а если он и есть за ним обычно никто не следит в больших же компаниях если road map выполнен опять же это все отслеживается во внутренних сервисах вам принимают каждую цель отдельно у каждой цели есть своя метрика по которой можно оценивать выполнена она не выполнена если не выполнена то насколько по окончании своих целей вы абсолютно с полной уверенностью можете подходить к своему менеджеру и говорить я уже middle хочу больше денег следующий бонус от больших компаний это правильное развитие вас скорее всего научат правильным процессом потому как я говорил в компаниях все процессы структурированы вы будете понимать как разрабатывается программное обеспечение вы будете понимать все циклы от продажи до доставки его заказчику в маленьких компаниях этого скорее всего не будет и сейлзом очень часто выступает со который когда-то был сейлзом он привел клиента отдал его пм пм отдал его вам занимайтесь нет работает это все по-другому и в этом процессе присутствует огромное количество людей этот процесс разбит на большое количество этапов и вот попав такой процесс вы и научитесь понимать то как правильно разрабатывается программный продукт и поверьте все эти процессы и этапы они придуманы не зря это действительно в конечном итоге упрощает разработку либо делает внедрение изменений в процесс разработки достаточно гибким в крупных компаниях скорее всего вы будете знать людей которые сидят только вокруг вас поэтому влиться в коллектив это по сути будет означать влиться в команду также бонус от больших компаний это всегда хорошие социальные пакеты в которые входят страховки различные бонусы оплаты спорта компенсации курсов очень часто присутствуют скидки на многие заведения в вашем городе вот например у меня были скидки практически наверно во все развлекательные заведения которые вот можно себе придумать моем городе магазины различные спортивные в общем это было был огромный сервис где предоставлялись скидки не всегда были большие но достаточно такие интересные также в крупных компаниях зачастую не возникает вопросов с приобретением техник если вам нужна новая техника для вас ее купят приобретут заберут у кого-то другого но вы технику получите также в больших компаниях присутствует очень большое количество мероприятий которые не связаны с разработкой все эти мероприятия ивенты направлены на повышение вашей мотивации это могут быть абсолютно разные начиная от каких-то спортивных мероприятий и заканчивая мастер-классами приготовления кофе все это проходит проходит довольно таки весело увлекательно и позволяет вам ответься от работы это было мое личное мнение и мой опыт с которым столкнулся я работая в маленьких и больших компаниях надеюсь информация кажется полезной если так не забудь поставить лайк и подписаться на канал если ты до сих пор еще этого не сделал всем спасибо за просмотр пока